Обобщенно говоря, формальные логические ошибки связаны с нарушением формы построения аргумента. Собственно, поэтому и не называются формальными. Принципы формальной логики заслуживают отдельного особого изучения, и поэтому в очередной раз, на этот раз последний, хочу порекомендовать вам для этого книжку «Основы логики. Пособие для верующих и неверующих». На практике же нам нередко приходится иметь дело с так называемыми неформальными логическими ошибками, когда нарушена не столько форма аргумента, сколько его содержание. Название неформальной логической ошибки условно. В конечном итоге любая неформальная логическая ошибка таит в себе нарушение базовых принципов логики и может быть сведена к одной или нескольким скрытым формальным ошибкам. Но поскольку очень важно уметь своевременно различать ошибочные утверждения и обличать их, из чисто практических соображений имеет смысл рассматривать основные разновидности неформальных логических ошибок и систематизировать их по категориям. Неформальные логические ошибки возникают при рассуждении, когда в приведенном для обоснования тезиса доводи используется что-нибудь неясное, недоказанное или вообще не имеющее отношения к основному тезису. В соответствии с этим неформальные ошибки можно разделить для практического удобства на три типа. Ошибки неясности, ошибки допущения, ошибки уместности. Ошибки неясности предполагают неясность в рассуждении, наличие чего-нибудь неоднозначного, нечеткого или расплывчатого в употребляемых словах или в способе их выражения. Ошибки допущения возникают, когда для обоснования тезиса используются необоснованные и недоказанные суждения. Ошибка уместности – это когда вывод не имеет какой-либо логической связи как минимум с одной из позволок вовсе. Впрочем, это разделение тоже условно из-за неформального характера ошибок. Некоторые из них могут быть отнесены к разным типам в зависимости от контекста, в котором ваш собеседник их неосмотрительно совершает, либо же прибегает неумышленно в качестве политического полемического приема. В последнем случае их следует называть уловками. Однако это ни в коем случае не устраняет их логической ошибочности. Самой распространенной ошибкой неясности является подмена понятия. Это логическая ошибка, возникающая при изменении значения слов в ходе рассуждения. Она предполагает непосредственное нарушение закона торжества, согласно которому все понятия в ходе рассуждения должны сохранять свои значения. Совершая эту ошибку, мы фактически рассуждаем о нескольких предметах, не проводя различия между ними. В итоге создается впечатление, что речь идет об одном и том же. В случае, когда нарушение закона логики очевидно, данная ошибка может рассматриваться как формальная. Ну, например, если я говорю «необходимо бережно относиться к природе», зайцы – часть природы, поэтому нельзя наказывать зайцев, не оплативших проезд в общественном транспорте. Я подменяю понятие «зайцы» как «пец животных» тем же словом на сленге, означающем «безбилетник». Так что, если скажем на вопрос, верите ли вы в Бога, выслушайте ответ «конечно верю, Бог же один для всех». Не торопитесь видеть собеседники своего единомышленника, тем более единомышленников всех. Прежде следует определиться, что каждый из вас подразумевает по словам «бог». Бесполезно спорить о божьих атрибутах, прежде чем вы установили, какой смысл ваш оппонент вкладывает в это слово. Имеет ли он в виду библейского творца или же некий вселенский разум или гипотетическую космическую силу или абстрактную безликую первопричину. Если ваши фундаментальные определения не совпадают, бессмысленно добиваться согласия в деталях. Даже если вы сойдетесь в высказываниях, за ними будут стоять разные идеи. Важность различия сходных понятий хорошо показана в гуляющем по интернету стишке, авторство которого установить не удалось. Спорят викинг и раввин. Спор заведомо бесплоден. Бог один, и он не Один. Один Бог, и не Один. Но все же оба в жарком споре сошлись на том, что сила в Торе.